Логистика начала двухтысячных. Сейчас мы это называем хайпом. Это когда третья волна в волнах Иллиота. Когда весь народ рвется в эту хайповую идею, в хайповый тренд. Туда прибегает очень много денег, очень много людей. Это номер один. Это остро, это своевременно. И вот я думаю, что что такое хайп? Это, наверное, не только тренд, не только ажиотаж. Этого недостаточно. Он должен подпитываться чем-то кроме этого. И я понимаю, что сейчас уже понимаю, что он подпитывается в первую очередь алчностью. Вот когда начиналась логистика начала двухтысячных, этот хайп, он подпитывался алчностью тех людей, которые понимали, что при минимальных затратах они могут войти в этот бизнес и срубить хорошее бабло. Для этого надо было просто договориться с таможней, договориться с границей, договориться с перевозчиком, договориться с этим. Делать ничего не надо. Алчность двигала этими людьми. Потом мы имели много хайпов, на самом деле. 3D-принтинг, если вы помните. Потом были дроны. Пуча конференций про дроны. Революция дроновая. Потом были уберизации. Агрегаторы. Еще что-то. Конференции по этим вопросам. Хайп. Все, как сумасшедшие, рвались в эту область. Их двигала алчность. Алчность, потому что делать ничего не надо. Достаточно просто хайпить вот эту ситуацию и получать от этого деньги. Потом был блокчейн. Алчность. Алчность выдать какую-то ерундовую программку за блокчейн в логистике и срубить деньжат. Алчность по криптовалютам. Выпустить никому не нужную валюту, срубить бабла и тихонечко свалить. Алчность. Форекс. Вспомним Форекс. Все хайпы проходят, но после них остаются какие-то технологии. Это, конечно, плюс. Но минус заключается в том, что хайп это третья волна в пятиволновке Иллиота. И вот отловить эту третью волну очень сложно. И сейчас, сейчас, в марте, мы видим, что весь хайп уже схлопнулся. И мы все с нетерпением ждем новой волны, нового хайпа, новой алчности, новой третьей подволны. Что это будет, мы пока не знаем.